добрый день сегодня мы рисуем с вами дерево акварельными карандашами вот я записала мастер класс как нарисовать дерево акварелью я понимаю что среди моих воспитанников есть те кто не очень любит акварель а те кто любит рисовать карандашами вообще в графической манере попробуем нарисовать дерево карандашами но для начала нам с вами надо определить с формой кроны ну так слегка себе набросать это специально даже погуглила какая же бывает форма у дерева как это правильно назвать она бывает шаровидная яйцевидная раскидистая пирамидальная мы вот это вот дерево вот как треугольник закругленными краями ну по всей вероятности вот такая вот кроме называется раскидистая значит так мы и будем называть слегка делаем набросок обозначаем основные какие-то вот такие вот участки шапки такие не знаю хорошо ли видно не хочу ярче рисовать у меня карандаш 2b вообще набросок мы обычно делаем мягким карандашик вот я так вот себе слегка вот так вот силуэт набросаем и ствол степень проработки рисунка вот до какой степени вы хотите подробно рисовать зависит от вашего желания и времени я хочу показать в целом вообще как мы работаем с вами с акварельными карандашами для тех кто интересуется именно графической техникой что я могу сказать об акварельных карандашах я вообще очень люблю вот эти вот карандаши кохинор манделус 36 цветов вот у меня второй вот у меня вот уже в таком вот состоянии 1 вот и вы что могу сказать мы можем как в сухой манере работать так и делать обобщение в конце уже когда мы с вами сделаем полностью рисунок мы можем сделать обобщение влажной кистью и вы сами решаете на каком этапе вам остановиться оставить ли вам рисунок сухим или вы хотите сделать проработку кистью ну что ж приступим есть очень много хороших ярких сочных зеленых в этом наборе совершенно разных оттенков я выберу себе те которые мне нужны и приступаю к работе когда мы работаем с вами карандашами неважно акварельными или какими-то другими мы должны понимать что мы не можем смешивать с вами цвета как это мы делаем в красках когда мы работаем акварелью поэтому для того чтобы получить тот или иной нужный цвет мы просто напросто можем накладывать один слой на другой то есть перекрывать один цвет другим таким образом мы получаем с вами нужный нам цвет я буду штриховать штриховка здесь может быть хаотично здесь не обязательно прям вот знаете очень подробно там вот академическим таким штрихом прокладывать оставляйте где-то какие-то просветы в листве потому что вы понимаете да что мы видим с вами не зеленое пятно а мы видим с вами массу листьев которые могут оставлять какие-то пустоты и мы видим сквозь них небо вот таким образом я буду проходить это может быть знаете вот такая вот петельчатая вот так вот вы можете даже штриховать создавая вот такие вот петельки кстати давайте я вот так вот и попробую делать это дерево делая вот такой вот такие вот петли видные штрихи посмотрим как это будет в итоге я выбрала специально бумагу для акварели для этого рисунка потому что я в конце хочу сделать обобщение кистью пройтись но вы вам вовсе не обязательно делать точно также вы можете остановиться на той стадии когда захотите оставить это все сухом виде ну просто если есть такой материал как акварельные карандаши то мы можем использовать все возможности этого материала вот я вот такими вот островками заполнила сейчас вот этим вот таким вот желто-зеленым теперь я буду некоторые участки проходить и делать более таким ярким зеленым видите да вот в этом наборе где 36 цветов они бывают и и поменьше конечно количеством но вот тут очень большая палитра здесь есть выбор мне это очень нравится в общем-то 36 цветов это достаточное количество чтобы выразительные создавать рисунки зачем нам нужно использовать разное количество вот это вот разные разные зеленые да потому что у нас крона листья освещены совершенно по-разному листья по разному повернуты к зрителю и это есть такие участки где свет очень активно падает есть такие участки где глубокие тени пролегают внутри кроны поэтому мы можем использовать разные зеленые цвета если бы мы сами рисовали бы акварелью то мы бы тогда мы получали темные зеленые для того чтобы обозначить вот эти вот глубокие тени вот такую вот штриховку я использую именно для того чтобы создать иллюзию того что вот это вот масса общая такая вот большая состоит из отдельных листиков что там 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 все это пространство занимает какие-то маленькие маленькие листочки и из них уже складывается вот это вот шапка вот вот так вот я достаточно хаотично я решила не делать такую вот диагональную штриховку а я решила вот так вот пройтись как бы а петельками такими вот тоже что-то более-менее прорисовывается да у меня еще есть вот такие вот цвета здесь прям вот очень темный такой вот он оливковый какой-то темный я сказала где-то вот в глубине крон и там есть темные такие участки вот я там тоже вот так вот пройдусь вот этот рисунок можно создавать и обычными цветными карандашами такими какие есть у вас вам вовсе не обязательно делать именно такими карандашами это может быть любой набор доступный вам принцип работает тот же самый разница заключается лишь в том что вот эти вот карандаши именно вот эти вот акварельные карандаши мы можем использовать еще и в акварельной технике пройдя потом мокрой кистью если вы хотите просто обычными карандашами то вот у вас просто будет обычный рисунок карандашный эти карандаши не дешевые прямо скажем более доступные по цене вот для начинающих это акварельные карандаши санет можно их использовать но вот у этих очень хорошее качество очень хорошие они мягкие они яркие они очень хорошо ложатся как на бумагу для черчения для графических работ так и на акварельную бумагу это очень такая вот знаете интересная захватывающая техника сейчас я покажу как ствол мы будем с вами делать значит я выбрала коричневый вот помним что у нас крона закрывает частично ствол поэтому мы не полностью будем этот ствол закрашивать частая ошибка вообще-то вот в рисунках когда дети рисуют дерево они рисуют знаете такой как скелет рыбы и видны ветки прямо вот четко такое впечатление что мы видим только часть часть вот как бы половина вот так вот снесена кроны мы же не видим с вами полностью каждую ветку она закрывается очень сильно листьями поэтому помните об этом и рисуйте так чтобы часть ствола все-таки была скрыта от зрителя вот вот эта вот бумага у меня такая рыхлая фактура сейчас внесу чтобы было понятно что я имею виду виду видите да вот эти вот пустоты такие бумаги они как раз нам помогают создавать такую вот фактуру как будто бы кора такая знаете выпуклая вот у меня один коричневый у меня еще есть другой вот он у меня в таком вот уже состоянии и раз уж я записываю мастер-класс я вам хочу показать вот такой вот инструмент вот когда карандашики становятся вот такими вот малюсенькими а вам все-таки хочется продолжать ими пользоваться и у вас нет выбора вы тогда можете воспользоваться удлинителем вот это вот удлинитель сонет вот эта вот часть раскручивается здесь внутри зажим и потом вставляете карандаш и потом затягиваете вот так сильно до конца таким образом вы получаете нормальный длинный стержень эту часть я хочу сделать потемнее нижнюю часть тоже веток хочу немножко так чтобы видно было что там тень падает можно каша побольше сделать тут побольше сделать торчащих веток вот где-то там они вот так вот проглядывают мы можем немножко использовать еще и какие-то желтые такие вот накладывая один цвет на другой чтобы получить нужный нам оттенок вот так и вот так вот слегка пройдусь я хотела в принципе показать как рисуется дерево именно в такой технике и сделать обобщение кистью просто макаем кисточку в воду и затем вот так вот проходимся видите насколько ярче становится да как сразу заиграл зеленый просто проходите аккуратно это важно мокрые кисти с нее не должна течь вода понимаете да то есть она должна быть конечно же влажной но не стекать с нее должна вода каплями иначе это будет не очень выглядеть хорошо капля может неконтролируемо растечься и вас это огорчит результат будет не тот который вы ожидали вот когда видите пигмент взаимодействует с водой пигмент который входит в состав этого карандаша насколько ярче становится рисунок поэтому вам выбирать вот какой вы хотите эффект получить если вам нравится вот так вот то вот вы можете использовать этот прием пройтись вот так вот слегка пройтись по этим же штрихам которые вы сделали аккуратно влажной кистью я выбрала потоньше кисточку чтобы вот эти вот детальки все мелкие веточки аккуратно пройти прорисовать вот какое красивое яркое дерево получается ну вот здесь вот для полянки я могу выбрать кисть пошире вот так мы можем с вами создавать большие работы конечно целые пейзажи я хотела показать именно как рисуется дерево ну и возвращаясь сначала нашего занятия могу сказать что если вы будете рисовать какую-то такую большую работу помните о том что крона деревьев бывает разное все зависит от того какая это порода мы вот с вами нарисовали сегодня вот такое вот раскидистое дерево с раскидистой кроной ставьте лайки подписывайтесь на наш канал на ютубе желаю удачи